Я уже вижу коробку, она белая. Здесь была вот такая вот какая-то штука странная. И на кончику еще даже видно волосы чьи-то. Че творим, бро? Меня зовут Сергею Неси, бро, сразу же, просто, сразу же, бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь придет время, соприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе там не очень нравится, поэтому, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей крутой банде. Очень крутой банде. Соприм-банде. И, бро, почти ровно неделю назад я снял видео, посылка из Даркнета, которую я заказал в том самом Даркнете за очень большую сумму. Тысячу долларов, это было 0,5 биткоинов. И я жестко расстроен из этого видео, потому что на первой же половине видео у меня сбылся фокус в камере, и все, все видео просто поплыло. Его даже не было смысла выкладывать. Но, блин, то, что я нашел в той посылке, просто должны были увидеть все. И поэтому я взял его и выложил. Несмотря на то, что видео было размытое, вы все равно его посмотрели, и очень большая у меня к вам благодарность за это. Но я остался перед вами в долгу, и поэтому я решил снять еще одну новую посылку из Даркнета. В то время, когда я увидел, что у меня поплыло все в том видео, просто фокус сбился, я заказал еще одну посылку из Даркнета. Но на этот раз она чуть-чуть дешевле получилась, потому что у меня деньги кончились, и теперь она стоила 100 долларов. И, блин, она пришла мне всего-то за неделю. И она пришла по новой почте. По почте, которая работает только по Украине. Значит, это посылка с Украины. А у нас в Украине не запрещенный Даркнет, поэтому я в предвкушении, что можно брать этой посылки. Она, мать его, с Украины, с моей страны. И перешла она ко мне всего-то за неделю. Блин, я уже просто жестко хочу узнать что-то. Поэтому мы сейчас с вами же откроем эту посылку. Что ж, давайте-ка откроем эту посылку и посмотрим, что там. В новой почте, когда я забрал эту посылку, я у них спросил, что там. Потому что, когда пересылаешь посылку, ты должен сказать, что там в этой посылке. И они мне сказали, что там гирлянда. Я в шоке. За 100 долларов купить гирлянду, это как-то странно. Хотя, кто знает, что может быть в этой гирлянде. Поэтому сейчас мы откроем и посмотрим, что там. Как мы с нами с прошлого выпуска, нам вообще прислали сено. Но там было очень много всего интересного. Интересно, что будет здесь. Так что ж, давайте приступим к ее открытию. Я уже вижу коробку, она белая. Для тех, кто скажет, что, мол, чел, ты заказываешь посылки из Даркнэда. При этом укажешь свои данные дома, свою имя и фамилию. К счастью, на новой почте не нужно указывать, где ты живешь. А насчет своих данных ты можешь сказать любые данные. Можешь себя назвать как хочешь. И мне повезло, потому что я живу в том месте, где все друг друга знают. И мне не пришлось бы представляться как-то по-другому. Если я пришел, сказал, что это посылка моя. Дал номер накладной, мне ее отдали. И поэтому тот, кто отправил эту посылку, не знает моего настоящего имени и фамилии. Потому что я ее не указал. Так, Нэдди, попробуйте еще в дороге указать свое имя и фамилию, чтобы вас потом нашли. Вот эта коробочка. Фух, она выглядит очень страшно и мистически. Я без понятия, что там. Но, скорее всего, там гриллянда. Так, бро, и вот уже заветный момент. Мы сейчас откроем эту коробку. Если честно, я немного сыкую. Мне реально, блин, страшно. Ух, у меня опять коробка из Даркнэда. Мне снова страшно, я не знаю, что там. Гриллянда, правда, наверное. Окей, открываю на твоих глазах. Вы первые увидите, что там. Я не знаю, что там, но вы уже увидели. Вы уже, наверное, там смеетесь. А здесь гирлянда! Да, скоро же Новый Год. У меня, кстати, есть одна гирлянда. Я думаю, новая мне не помешает. Нет. Там под гирлянду еще какая-то бумага. Зацените. Ёпты. Окей, у нас тут выпала и наша гирлянда, которая была указана на новой почте. Интересно, она работает или нет? Она не работает. Ну, естественно, это же Даркнет. Здесь ничего не будет работать. Хотя странно, обычно даже не присылать рабочую, даже с Даркнета. Окей, здесь у нас есть еще какая-то вещь, помимо гирлянды. Это похоже на какую-то футболку. Давайте попробуем его вытащить. В таком вот пакетике все это пришло. Здесь еще что-то есть, смотрите. Какой-то чехол от телефона. Здесь что, телефон? И там что-то лежит. Естественно, там будет что-то лежать. Так, как я понял, здесь нужно потянуть, и оно вытянется. Что-то ничего не вытянулось. Здесь была вот такая вот какая-то штука странная. Это похоже на какой-то кулун. Сердечко или что? Это, блин. Реально кулун, сердечко. Интересно, что с ним такое случилось, что он делает сейчас в Даркнете. Ну, явно не что-то хорошее. В принципе, разобрались. Это явно не какая-то прикольная штука. Если это с Даркнета, это по-любому что-то мистическое, либо ужасное. Возможно, оно даже зачаровано как-то. Это капец как страшно. Вы не представляете, держат какую-то штуку, которая, возможно, как-то зачарована. Это ужасно. Там еще что-то есть, когда непонятно что. Здесь какие-то таблетки. Сзади не видно никакой надписи. Что если это те таблетки, о которых нельзя нигде говорить, и которые нельзя пробовать, потому что потом будут всякие галлюцинации. Я это просто возьму, выкину куда-то я. Я на это не буду оставлять себя дома. Прямо срочно после того, как сейчас сюда сниму, я это просто выкину. Коробка пустая. У нас только вот эти здесь вещи, которые мы уже посмотрели. Осталась лишь только одна. Вот эта вот футболка. Что ж, она открывается здесь вот так, сверху. И все, она открыта. Оно как-то так сильно воняет. Жаль, я через камеру не могу передать это всего. Это жестко просто воняет. Окей, здесь у нас только вот эта вот футболка. Правда же, как только я ее открыл, здесь были какие-то пятна. На крое это явно не похоже. Окей, здесь 100% должен быть какой-то рисунок. Тома и Джерри. Но посмотрите, глаза Тома заделаны черным цветом, как будто их просто закрасили. Просто какой-то краской их закрасили, будто он одержимый дьяволом или что-то типа того. Джерри перекрещенный. Вот это, блин, реально уже интересная посылка из Тарканета. Странная какая-то футболка, которая просто жизнь как чек-то воняет. Ее явно носили, потому что она в складках. Ее явно носили. Что с этим миром не так? Чем им уже не догадила простая футболка? С рисунком для детей? Это детская футболка, наверное. Но она как-то слишком большая для того, чтобы уносил ребенок. Бирки оторваны. Здесь нету бирок. Мы не узнаем, откуда эта футболка и что это за футболка. Здесь, блин, оторвана бирка. Что, блин, происходит с этим миром? Здесь еще есть какая-то штука, какая-то повязка или что это? Бандана, которая, похоже, была в этой футболке, но выпала. С футболкой, в принципе, все ясно. Здесь явно кто-то ненормальный ею пользоваться кто-то носил. Это, блин, закрасил. Это все и давал носить своему ребенку. Это разве нормально? Окей, у нас здесь еще есть бандана и что-то внутри шелестей. Это реально бандана? Офигеть. Можно будет носить, но я не буду ее носить. Это с Даркнета. Кто знает, кто его носил до этого? И в бандане у нас лежало вот что-то такое в пакете непонятное, запечатанное. Окей. Давайте я то открою. Все, что нам приходит, мы открываем. Отвертка. Отвертка в крови. Я на кончику еще даже видно волосы чьи-то. Отвертка в крови, даже в пакете видно, что немного в крови. И на кончику видно волосы. Вытягивать я это, конечно же, не буду, потому что ну нафиг. Так, стоп. У меня предмет орудия убийства. Откуда оно? У меня в руках орудия убийства. Я звоню в полицию. Алло, да, случилось. Я заказал одну посылку из странного сайта. И мне пришло кое-что ужасное. Там были какие-то таблетки. И... И была... Отвертка в крови запечатанная. И на кончику были волосы какого-то человека. Я не знаю, откуда пришла эта посылка. Заказывал... Пришла с новой почты. Да, хорошо. Окей, бро, мне нужно закончить это видео, потому что скоро приедет полиция. И я буду держать вас в курсе событий, что они сказали. Куда они это все повезут. Сейчас нужно сделать эмоциональную концовку. Веселую эмоциональную концовку. Как всегда. На этом все. Поставь лайк, ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне, бро, очень приятно. И, бро, давай, ну зажми уже свой царский лайк. Ну что ты жмешь его? Ставь лайк, бро, на это видео и подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании, бро. Ссылка специально для тебя. Ведь там выходят очень крутые фотографии и очень страшные. Но если ты, бро, боишься, то просто пиши мне в директ. И, бро, я отвечу именно тебе. Да, да, бро, из всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И поверь, я отвечаю тем, кто мне там пишет. Я все еще не могу отойти от этого. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь придет время, соприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я, бро, как вижу, тебе там не очень нравится. Но если нравится, то можешь быть и там. Но лучше, бро, подписывайся на канал, чтобы быть с нами. Нашей крутой соприм-банде. Давай, бро, я жду тебя на своем канале. Эй, бро, вот коммент из-под прошлого видео. Господи, ты же, вглядись, какие они шикарные. Бро, ты тоже будешь помочь следующее видео. Всего то, что тебе стоит, нажать на лайк, колокольчик. А затем написать свой царский комментарий. И ты уже в следующем видео. Правда, если по твоим комментам не будет никаких комментов. Поэтому лучше напиши их несколько. Как видишь, бро, ребята попали. И их увидела вся суприм-банда. Тебя тоже увидят, поэтому пиши свой царский комментарий. Оставайся таким же шикарным. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok